Всем привет! Днепр на связи, 31 марта, 9.40. Ну что, друзья, прошла ночь, прошло и утро. Утром были пуски с российской авиации ракет. Летели они в сторону западной части нашей страны. Собственно, там и раздавались взрывы. Давайте обо всем по порядку. В нашей области глава областной военной администрации Сергей Лысак указал о том, что в течение ночи четыре раза наносились удары по одному из сел Марганецкой громады. Повреждения неизвестны, выясняют. Люди целы. Такая вот информация. О, птички поют. Вот дают. Точно весна пришла. Слышите? Распеваются. В общем, что. Были пуски ракет. Ракет было не так много, но прилетов хватило. Собственно, Гуманюк нам рассказала и раскрыла тайну, что делает сейчас Россия. Гуманюк сказала, цель российских атак – истощить нашу ПВО. Для этого Россия комбинирует атаки дронами, баллистические и с использованием ракет авиационного базирования. Так, россияне хотят одержать любые победы. Евлаш нам сказал, что этой ночью, вернее, утром Россия использовала 16 ракет, 9 из которых были сбиты. И 11 беспилотников. Тоже 9 из которых были сбиты. Я так понимаю, прилеты произошли в Львовской области, в Ивано-Франковской. Глава областной военной администрации Львовской области сказал, что в Львовской области крылатые ракеты атаковали тот же объект инфраструктуры, что и во время налетов 24 и 29 марта. Ударили туда же. Есть погибший, разрушено админздание, был пожар. Такая вот информация. Ну, скорее всего, вновь идет речь о Бурштыне, о Стрия. Там сообщалось о мощных взрывах и о том, что ракеты летят по направлению к этим населенным пунктам. Что еще? Одесса, Одесская область. Там местная администрация сказала, что Россия атаковала южные регионы беспилотниками и разными видами ракет. Этой ночью россияне направили несколько волн беспилотников. Целью России вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромысловые мощности Херсонской области. Одесская область была атакована восьми дронами. Все они были сбиты силами ПВО. Падение обломков сбитого дрона было на предприятии. Вследствие этого возник пожар на одном из энергообъектов области. И произошло обесточение нескольких населенных пунктов. Ну, в принципе, одесситы жаловали, что некоторые районы были без света. Пожар ликвидирован, люди не пострадали. Но все-таки ночная атака дала свои негативные моменты. В 9 утра сообщили о том, что электротранспорт сегодня в Одессе временно не работает. В связи с ограничениями подачи электроэнергии. Вот такие, друзья, дела. Такая обстановка. У нас на данный момент вновь сигнал воздушной тревоги. Ну, вроде тихо. Вот такие, в принципе, дела. Спасибо за внимание. Всем бобра. Берегите себя, своих близких. И до нового выхода на связь. И сверьте часы. Потому что там перевелись. Должны были у всех автоматически, в принципе. Ну, у кого может там какой-то будильничек или еще что-то. На батареечках там надо вот укрутить штучку такую, чтобы стрелочка перешла на час вперед. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok